Очень приятно видеть вас всех, слышать. Спасибо огромное за ваше терпение. Приношу извинения, поскольку была техническая заминка. Еще раз добрый день, глубоко уважаемые коллеги, участники, гости конференции. Для меня большая честь быть председателем секции «Кардиологические аспекты» в работе врача-терапевта и очень приятно приветствовать вас на 12-й междисциплинарной научно-практической конференции «Актуальные вопросы терапии внутренних болезней». Ну и, конечно же, замечательно, что в такое непростое время мы можем с вами общаться, делиться научным практическим опытом в таком необычном формате. И я очень надеюсь на плодотворную работу нашей секции. Уважаемые коллеги, в конце нашей сессии запланирована дискуссия, ответы на вопросы. Поэтому, если кто-то хочет задать вопрос лектору, пожалуйста, пишите в чат. И, пожалуйста, позвольте мне открыть работу нашей секции с краткого обзора обновлений европейских клинических рекомендаций по диагностике и лечению хронической сердечной недостаточности. Буквально в сентябре этого года вышли последние рекомендации Европейского общества кардиологов, посвященные по диагностике и лечению хронической острой сердечной недостаточности. Проблема, безусловно, актуальная. И мы вполне можем говорить, что действительно мы живем в эпоху премени хронической сердечной недостаточности, встречаемость которой достаточно высока, как в мире, так и в нашей стране. Неизбежно ее встречаемость нарастает с возрастом. И актуальность обусловлена не только высокой заболеваемостью, но и, конечно же, летальностью. И выход данных рекомендаций, он также обусловлен тем, что накапливаются данные, появляются новые результаты и крупных контролируемых клинических исследований. Безусловно, меняется и портрет современного человека. Ну, а клинические рекомендации для врача – это, конечно же, некий инструмент, который помогает улучшить здоровье пациента. Полный текст рекомендаций доступен онлайн на сайте Европейского общества кардиологов. И я очень кратко позволю себе сегодня рассказать об основных изменениях, которые произошли по сравнению с предыдущей версией, которая была выпущена в 2016 году. Ну, во-первых, это достаточно серьёзный, я бы даже сказала, фундаментальный документ на 128 страницах, содержит 22 раздела и 1001 источник литературы. Уделяется огромное внимание определению хронической сердечной недостаточности, и авторы данного документа хотят именно акцентировать внимание и читателей, и врачей на то, что хроническая сердечная недостаточность не является обособленным патологическим состоянием, а действительно это комплексный синдром, симптомами которого являются чувство нехватки воздуха, отёки лодыжек и другие проявления. Всё это может сопровождаться такими клиническими признаками, как повышение центрального венозного давления, хрипами в лёгких и периферическими отёками. Сердечная недостаточность развивается в результате структурных или функциональных изменений сердца, приводящих к повышению внутри сердечного давления и или снижению сердечного выброса в момент физической нагрузки и в покое. То есть в само определение заложена вот эта комплексность проблемы. Мы видим, что безусловно мы ориентируемся и на данные клинической картины, и без инструментальных исследований, в частности эхокардиографических параметров, также нам очень сложно говорить о том, имеется данный диагноз или нет. Произошли некие изменения в терминологии. Также выделяются три фенотипа сердечной недостаточности в зависимости от фракции выброса левого желудочка. Но на что я сразу, уважаемые коллеги, хочу обратить ваше внимание, что сердечная недостаточность с промежуточной фракцией выброса левого желудочка предложено рассматривать как сердечную недостаточность со слегка сниженной фракцией выброса левого желудочка. И значения вот этих трех фенотипов немножко изменились. Теперь сердечная недостаточность со сниженной фракцией выброса левого желудочка граница 40% и менее, а со слегка сниженной 41% и включая также 49%. Почему изменились вот эти цифровые значения? Ну, во-первых, сердечная недостаточность с низкой или со сниженной фракцией выброса левого желудочка мы рассматриваем при таком значении 40% и менее, потому что именно при этом значении фракции выброса было отмечено улучшение выживаемости пациентов, которые были участниками крупнейших рандомизированных клинических исследований, когда изучались основные лекарственные препараты. Что касается фенотипа со слегка сниженной фракцией выброса левого желудочка, то также ретроспективный анализ крупнейших исследований подтвердил положительное влияние на прогноз при лечении основными препаратами именно у пациентов с этим значением фракции выброса левого желудочка. Ну и данный фенотип, он приближается именно к характеристикам пациентов со сниженной фракцией выброса левого желудочка. Перед вами, уважаемые коллеги, критерии трех фенотипов, которые были предложены в предыдущей версии в 2016 году. И что мы видим в этом году? Ну, во-первых, как я уже озвучила, изменилась терминология, изменилось значение фракции выброса левого желудочка. И вот именно вот этот третий критерий, который объясняет, вернее, который требует от врача подтверждения объективных доказательств наличия структурных или функциональных изменений, вот данный компонент остался только при фенотипе с сохраненной фракцией выброса левого желудочка. А фенотипы со слегка сниженной и с сниженной фракцией выброса левого желудочка, они практически аналогичны в плане постановки диагноза. Ну и какие еще тонкости, на которые нам необходимо обратить внимание? То, что указано, что признаки сердечной недостаточности могут отсутствовать на начальных стадиях сердечной недостаточности, особенно если это сердечная недостаточность сохраненной фракции выброса левого желудочка, и также у оптимально личных пациентов. Ранее именно учитывали лечение только диуретиками. Что касается натриотических пептидов, то именно для диагностики сердечной недостаточности со слегка сниженной фракцией выброса левого желудочка, наличие данных, которые подтверждают структурные изменения, и, конечно же, делают диагноз более вероятным, и это надо принимать во внимание. Ну а для диагностики сердечной недостаточности с сохраненной фракцией выброса левого желудочка, здесь вот чем больше количество отклонений от нормы по разным данным, это и данные физикального осмотра, это и эхокардиографические данные в первую очередь, я бы даже сказала, то чем больше этих данных, тем больше вероятности, что у пациента имеется именно данный фенотип. Также, как и в предыдущей версии, предложено оценивать тяжесть симптомов хронической сердечной недостаточности по функциональным классам Нью-Йоркской ассоциации сердца, и мы также очень активно используем данные классификации. Ну а если говорить о ключевых шагах в диагностике сердечной недостаточности, то они, конечно же, не изменились. Мы должны оценить наличие симптомов, признаков сердечной недостаточности и объективно подтвердить наличие признаков дисфункции сердца с помощью эхокардиографического исследования. Новое в алгоритме диагностики хронической сердечной недостаточности по сравнению с предыдущим годом это разделение на фенотипы. То есть мы предполагаем диагноз, мы оцениваем возможное наличие сердечной недостаточности, мы оцениваем факторы риска, симптомы, признаки, проводим электрокардиографическое исследование и, конечно же, определяем уровень натрия уретических пептидов. И если у нас получается, что данные гормоны выше нормы или же мы видим, что высока вероятность сердечной недостаточности, то следующий шаг – это проведение эхокардиографического исследования. Но если, конечно, в рутинной практике недоступны натриотические пептиды, то мы сразу можем перейти к выполнению эхокардиографического исследования. Если наблюдаются отклонения от нормы, то диагноз сердечной недостаточности подтвержден, необходимо определить фенотип на основании измерения фракции выброса левого желудочка и в дальнейшем определить итеологию данной патологии и начать лечение. Итеология хронической сердечной недостаточности представлена на данном слайде. Это комплексный синдром, масса заболеваний, тройка лидеров – это ишемическая болезнь сердца, артериальная гипертензия, клапанные пороки сердца. Но, уважаемые коллеги, хочу обратить ваше внимание еще на очень важный момент в плане итеологии сердечной недостаточности. Вот авторы в данной версии клинических рекомендаций обращают наше внимание, что пациенты с заболеваниями несердечно-сосудистого происхождения, такими как анемия, заболевания легких, щитовидные железы печени могут иметь симптомы и признаки, которые аналогичны сердечной недостаточности, но при отсутствии миокардиальной дисфункции они не соответствуют критериям сердечной недостаточности. Но все-таки следует учитывать, что данные патологии могут существовать, они могут сопутствовать сердечной недостаточности и, конечно же, усиливать проявление уже имеющейся сердечной недостаточности. Без симптомов и признаков, конечно, мы не можем с вами говорить о подтверждении диагноза. Симптомы и признаки делят на типичные, специфичные, менее типичные, менее специфичные, они вам также всем очень хорошо известны, и практически изменений в этой области не произошло. Роль анамнеза огромной, поскольку, когда мы оцениваем факторы риска развития сердечной недостаточности и занимаемся поиском причин сердечной недостаточности, очень-очень важен нам аспект анамнеза. И особенно, если это люди старшего возраста, пожилого, старческого возраста, мы должны уделить внимание наличию и сердечно-сосудистых заболеваний любых, и наличие также сахарного диабета, хронической болезни почек, кардиотоксичности и многим другим факторам. Всем пациентам рекомендованы следующие исследования по поводу, помимо общепринятого физикального обследования, это определение уровня натриолитических пептидов, электрокардиографическое, исследование в 12 стандартных отведениях, трансторакальных кардиографии, рентгенографии органов грудной клетки, и клинический анализ крови с определением ряда биохимических показателей. Подход к постановке диагноза сердечной недостаточности, он также не изменился, три основных шага, и если мы говорим об уровне натриолитических пептидов, то обращаю ваше внимание, что именно мы, ну вот если мы говорим о амбулаторном этапе, именно тот этап, когда происходит первая встреча с врачом, то это Н-концевой фрагмент натриолитического пептида, при его на повышении более 125 пикограмм на миллилитр, мы можем уже с такой большой уверенностью говорить о том, что у пациента имеется сердечная недостаточность. Что касается принципов лечения сердечной недостаточности, первое, это фенотип со сниженной фракцией выброса левого желудочка, авторы рекомендации еще раз уделяют огромное внимание тому, что фармакологическая терапия это ведущий метод лечения хронической сердечной недостаточности со сниженной фракцией выброса левого желудочка. Ингибиторы АПФ, бета-адреноблокаторы, антагонисты минералкортикоидных рецепторов, это основа нейрогуморальной блокады, изменений не произошло, но такие хорошо известные гипогликемические препараты, когда паглифлазин, эмпаглифлазин рекомендованы пациентам с низкой фракцией выброса для снижения риска госпитализации и смерти. И обратите внимание, это класс и уровень 1А. И что касается волосортана сакубитрила, то данный препарат, он рекомендован в качестве замены ингибиторов АПФ у пациентов с низкой фракцией, у которых на фоне терапии, вот этой трехкомпонентной терапии, сохраняются симптомы для того, чтобы снизить риск госпитализации и смерти. И впервые, впервые данный препарат возможно использовать в качестве препарата первой линии вместо ингибиторов АПФ, поскольку вот ранее мы могли назначать антагонисты рецепторов непрелизина, только в качестве замены ингибиторов АПФ или блокадов рецепторов ангетензина-2 при их непереносимости. Ну и, конечно же, если пациент достаточно такой клинический, симптоматический, выраженные симптомы, ну и вот эта трехкомпонентная терапия неэффективна. Другие рекомендации, ну вот обращать на себя внимание, что появляются стимуляторы растворимой гонилатциклаза, в частности, верцигуат, может быть рассмотрен у пациентов со вторым-четвертым функциональных классов, у которых имеется декомпенсация сердечной недостаточности, несмотря на вот оптимально подобранную основными препаратами терапию для снижения сердечно-сосудистого риска, для снижения смерти и частоты госпитализации. Вот таким образом выглядит алгоритм по ведению пациентов с сердечной недостаточностью и сниженной фракцией выброса левого желудочка и наглядно видим, что вот они основные препараты, ингибиторы АПФ, антагонисты рецепторов непрелизина, ангетензиновых рецепторов бета-адреноблокатор, антагонисты минерал-кортикоидных рецепторов и ингибиторы глюкозного котранспортера-2, они являются основными препаратами, которые мы можем выбирать на старте терапии. И если имеются признаки застоя, это, безусловно, диуретики. В 2014 году Каролин Лэм и Скотт Соломон впервые обратили внимание на пациентов с промежуточной фракцией выброса левого желудочка и писали в 2014 году, что огромный недостаток это вопрос лечения таких пациентов и вот эта проблема и является проблемой будущего. В 2017 году были опубликованы результаты крупнейшего регистра амбулаторных пациентов, где было показано, что количество, вернее, процент таких пациентов от всех пациентов с сердечной недостаточностью это 24%. Ну и крупные проспективные рандомизированные исследования с участием пациентов со слегка сниженной фракцией выброса отсутствуют и некоторые данные конечно же получают благодаря анализу подгрупп в исследованиях по сердечной недостаточности сохраненной фракции выброса левого желудочка, но на самом деле ни одно из них не достигло своей конечной точки. Поэтому здесь много вопросов, но тем не менее на сегодня вот определен перечень препаратов, которые мы можем рекомендовать этой категории пациентов, мы можем рекомендовать в случае застоя диуретики и возможно рекомендовать ингибиторы АПФ, бета-атреноблокаторы, антагонисты минерал-кортикоидных рецепторов и волсортан-сокупетрил для снижения риска госпитализации по поводу сердечной недостаточности и смерти. Ну а что касается пациентов с сохраненной фракцией выброса левой желудочкой, здесь практически ничего не изменилось. Также мы должны выявлять и лечить сопутствующие заболевания как сердечно-сосудистого, так и несердечно-сосудистого генеза и диуретики рекомендованы именно для уменьшения выраженности застоя. Таким образом, уважаемые коллеги, какие изменения? Изменился термин сердечной недостаточности промежуточной на сердечной недостаточности со слегка сниженной фракцией выброса левого желудочка. Представлен новый упрощенный алгоритм диагностики сердечной недостаточности со сниженной фракцией выброса левого желудочка. Дополнил алгоритм лечения. Впервые возможно применять сакупетрил волсартан в качестве препарата первой линии вместо ингибиторов АПФ, потому что ранее мы их использовали только в качестве замены этой группы препаратов. И ДАП глифлозин и МБХ глифлозин рекомендованы для всех пациентов сердечной недостаточностью низкой фракции выброса, которые получают оптимальную терапию сердечной недостаточности. Уважаемые коллеги, я благодарю вас за внимание, большое спасибо, если будут вопросы, пожалуйста, пишите в чат и мне очень приятно представить следующего докладчика Екатерину Игоревну Цуканову, кандидата медицинских наук, главного специального по функциональной диагностики МЧС России Санкт-Петербург. Пожалуйста, Екатерина Игоревна. Добрый вечер, уважаемые коллеги. Слышные и видны меня? Да, все замечательно. Спасибо. Санкт-Петербург приветствует вас. Я представляю тему оценка риска развития сердечно-сосудистых заболеваний пути повышения использования ультразвуковых маркеров атеросклероза. Мы хотим познакомить с нашим опытом использования практическим применением рационально использование диагностических методов позволяет своевременно выявлять различные патологические состояния. Ультразвуковые методы не нуждаются в рекламе, это безопасные методы, сочетают точность, хорошую воспроизводимость результатов и могут проводиться неоднократно без вреда для пациента. Также они сопровождаются ионизирующим излучением. Сердечно-сосудистые заболевания являются одной из основных причин смертности в мире. Основную долю среди них составляют сердечно-сосудистые заболевания трансклеротического генеза. По последним данным, к сожалению, более-менее оптимистичный тренд на снижение смертности у сердечно-сосудистых заболеваний прервался в 2020 году и мы опять наблюдаем некий всплеск на фоне наших коронави... на фоне пандемии с ее учетом и к сожалению по сравнению со средними показателями по России Санкт-Петербург несколько превышает. Поэтому это и определяет актуальность нашего исследования и в целом сердечно-сосудистые заболевания ежегодно уносят более 4 миллионов жизней, что прискорбно и Россия относится к тем странам с наиболее высоким уровнем заболеваемости и смертности не только в Европе но и в мире. В 2018 году был принят в соответствии с указом президента Российской Федерации стратегическая задача на снижение смертности и повышение продолжительности жизни до 78 лет к 2024 году и до 80 к 2030 этот проект включает в себя внедрение инновационных медицинских технологий включая систему и ранней диагностики заболеваний и разработка персонализированных программ для профилактики наиболее значимых заболеваний. Первый УЗИ-аппарат был сконстойлен в 1949 году он был довольно громоздкий и массивный но с этого все начиналось и в течение длительного периода времени ультразвуковые исследования имели довольно низкую мобильность и проводили в специализированных лабораториях только врачами ультразвуковой функциональной диагностики они были единственными компетентными исследованиями но сейчас все поменялось аппаратура с развитием технологии наша аппаратура тоже не стоит на месте она минимизировалась ну здесь не реклама это просто то что мы использовали в своей практике то есть исследование сейчас возможно проводить у постели больного даже в поле используется здесь блютуз технология то есть обычный может использоваться мобильный телефон или же планшет и что позволяет прежде всего использовать исследования УЗИ в экстренных и критических случаях и также мобильными являются как в операционных в мобильных также и на скорой помощи сейчас это вот один из самых миниатюрных аппаратов потому что существуют портативные версии которые могут переноситься в сумочках а есть версии вплоть до того что помещается в карман достаточно хорошо держит заряд и обеспечивает приемлемое качество изображений естественно функционал его ограничен с учетом того что имеют небольшие размеры кроме того они могут использоваться более широко чем обычные стационарные ультразвуковые аппараты в связи с тем что имеют меньшую цену и сканирование проявляется в режиме реального времени возможно сейчас доступна опция сохранения изображений и передача их дистанционно таким образом использование такой аппаратуры позволяет выполнить нашу цель когда мы везде успеваем выполняем ультразвуковое исследование в любом месте в точке оказания помощи в 2019 году мы на нашей базе проводили пилотные исследования участвовало порядка чуть больше 300 человек проводили мы сначала на стационарном аппарате Акусон 2000 который имел полный комплект опций а затем опробировав это исследование и сформировав необходимый нам протокол мы осуществляли выездные исследования по городским поликлиникам посмотрели порядка 100-150 человек и это было в 2020 году а в 2021 году участвовали обеспечивали осмотр пациентов на армии 2021 то есть полевой режим работы оборудования также опробовали где же можно использовать портативные УЗИ аппараты ну здесь на слайде представлены основные направления где в принципе они будут актуальны ну естественно мы можно предложить использование портативных ультразвуковых аппаратов и прямо на амбулаторном приеме но не без специальной подготовки и сдачи экзаменов специалистами мы использовали в основном портативный и фокусированный протокол сейчас расскажу про него поподробнее в режиме дифференциальной диагностики то есть хотели ответить на вопрос да или нет то есть есть атеросклеротическая бляшка или нет есть ли значимые поражения или нет таким образом использование фокусированных ультразвуковых протоколов и портативных аппаратов позволяет принять довольно быстрое решение клиническое на предмет проведения дальнейшего углубленного обследования или изменения лечения в качестве инструментов которые могут повысить эффективность использования ультразвуковых маркеров атеросклероза мы бы хотели отметить популярные в настоящее время бережливые технологии это 6 сигм и также системы имитационного моделирования не лоджик мы используем для прогнозирования более оптимального размещения и проведения виртуальных экспериментов для обеспечения наибольшего клинического и экономического эффекта согласно принципам бережливых технологий мы при отработке сокращенного протокола УЗИ использовали метод 5С который позволил улучшить условия труда это было рациональное размещение оборудования по принципу организации L-ячейки и также проходила сортировка систематизация и определение стандартных операционных процедур кроме того старались для того чтобы потоки пациентов не пересекались и максимально сократить их перемещение основной современной стратегией по снижению сердечно-сосудистой заболеваемости и смертности является профилактика как медикаментозная так и немедикаментозная первичная профилактика базируется на оценке суммарного сердечно-сосудистого риска длительное время определение сердечно-сосудистого риска опиралось на оценку совокупности традиционных факторов использовались одна из используемых шкал представлена на слайде но по литературным данным порядка половины событий происходит среди сосудистых событий происходит среди лиц которые соответствуют низкому или умеренному риску по этим шкалам и развивающиеся технологии современной визуализации позволяют нам возможности индивидуального подхода и возможность переклассификации сердечно-сосудистого риска на сегодняшний день по ряду мета-обзоров субклинический атеросклероз сонных артерий признан независимым предиктором сердечно-сосудистой смерти в этом году вышел согласительный документ для врачей кардиологов который обобщает подходы к фокусированным ультразвуковым фокусированным протоколам ультразвукового исследования в практике сюда относятся многие протоколы эхокардиографического исследования и ультразвукового к ультразвуковому исследованию сосудов я вернусь на следующем слайде сейчас как бы хотел сказать что пионер исследования в области ультразвуковой оценки атеросклеротических бляшек профессор Спенс канадский говорил о том что необходимо еще в 2010 году отмечал что необходимо изменять парадигму лечения факторов риска в сторону лечения артерий УЗИ сосудов имеет особое преимущество для стратификации сердечно-сосудистого риска благодаря широкой доступности невысокой стоимости и в 2018 году был утвержден новый профессиональный стандарт врача-кардиолога согласно которому в компетенции специалиста указанного профиля включаются не только понимание интерпретации данных УЗИ сосудов но и проведение указанных исследований что будет способствовать более активному внедрению их широкую практику кроме того согласно последним рекомендациям Европейской Федерации внутренних болезней так называемой ультразвуковой диагностики у постели больного ультразвуковая оценка атеросфератических бляшек также уже входит в расширенные компетенции врача-терапевта ну опираясь на определенный бэкграунд в виде разработанных уже коротких фокусированных протоколов по эхокардиографии к ним относятся как эхо у постели больного при травме эхо при остановке сердца экстренное УЗИ при проведении определенных вмешательств также FAST-протокол это УЗИ при экстренное УЗИ при травме и BLUE-протокол это ургентное исследование легких в литературе стало активно обсуждаться предложение сократить стандартный протокол УЗИ артерии в соответствии с конкретными клиническими задачами по ряду авторов экономическая эффективность составляет порядка 2 миллионов долларов при проведении исследований на выборке около 6 тысяч пожилых пациентов пациентов старше 65 и исследование способно было предотвратить порядка 30 инсультов и это дало значительный как клинический так и экономический эффект теперь хочется остановиться на УЗИ маркер который мы использовали мы оценивали толщину комплекса интимомедия в стандартной зоне измерения и степень выраженности по площади и также структуру атеросклеротической бляшки если ее находили все измерения проходили в реальном времени в диастолу для подтверждения стеноза 50 или более дополнительно использовали спектральный анализ доплеровского потока критерием гемодинамически значимого стеноза считалось увеличение скорости более 10 сантиметров в секунду в бифуркации мы пользовались рекомендациями манхейменского консенсуса 2011 года также проводили измерения толщины комплекса интимомедия и учитывали рекомендации по нормам которые были проведены на томской популяции участвующие в обследованных в ходе проекта ВОЗ Моника которые были нормированы по полу максимальной величиной для мужчин считалось 0,9 мм для женщин 0,8 ну обычно значимой бляшкой для периферических артерий считается 50% и более и таких пациентов относятся к категории высокого риска однако не всегда учитывается тот факт что вне зависимости от степени стеноза артерий к значимой также относится бляшка которая имеет гипоэхогенную структуру признаки нестабильности изъязвления это все можно отразить в коротком протоколе УЗИ так систематический обзор семи исследований показал что гипоэхогенные каротидные бляшки при любой степени стеноза артерий это предиктор будущего инсульта у полностью бессимптомных пациентов ряд крупных исследований в том числе и метаанализы также подтверждают связь самого факта наличия атеросклеротической бляшки в сонных артериях с риском развития крупных сердечно-сосудистых событий не только в соответствующем сосудистом но и в коронарном бассейне в современном здравоохранении профилактика сердечно-сосудистых заболеваний реализуется в виде трех направлений это популяционного повышения информированности наследования о факторах риска и мотивация к ведению здорового образа жизни высокого риска выявления лиц факторами риска и вторичной профилактики вот в рамках марафона здорового сазона мы выполнили как бы два направления то есть проводили первичную профилактику выявления лиц высокого сердечно-сосудистого риска а также осуществляли информирование пациентов о возможных факторах риска и об их дальнейшей тактике поведения в связи с полученными результатами для этого им выдавалась памятка и также проводилось анкетирование для того чтобы выяснить исходный уровень их информированности и в нашем протоколе мы отражали количество атеросклеротических бляшек идентифицируя их на определенных уровнях это первый сантиметр дистального отдела общей сонной артерии бифуркация сонной артерии внутренней сонной артерии а также оценивали доступные сегменты подключичных артерий и с учетом результатов исследований имевшихся на конец 2019 года предложено относить категории высокого риска тех лиц у которых имеется хотя бы одна атеросклеротическая бляшка в сонных артериях исследования по данным литературы мы проверяли и свое исследование также выполняли внутриоператорская вариабельность и межоператорская воспроизводимость была достаточно высоком уровне более 90% кроме того мы изучали как локальные изменения атеросклеротические так и атеросклеротическую нагруженность для оптимального выполнения исследования мы осуществили сравнение как у нас проходит стандартный протокол это левая часть слайда и как проходит сокращенный протокол мы постарались выпрямить пути пациентов сократить их перемещение и сократить ожидания во всех возможных участках и сблизить места где происходит регистрация пациентов и выполнение самого исследования и выдача заключений для зарисовки вот этих путей так называемая диаграмма спагетти мы проводили не менее 30 полных циклов далее была проведена предварительная осанка рабочего процесса нарисована карта потока создания ценностей и нам удалось сократить время практически в 6 раз с учетом того что был использован полный протокол а в сокращенном протоколе были сокращены и пути перемещения таким образом мы смогли увеличить пропускную способность мы получили результаты на нашей выборке с учетом доверительных интервалов 95 процентов которые в принципе соответствуют и параллельно идут с томской популяцией не отличаются но у нас получилось что начиная с 50 лет нашей выборки гендерные различия на распространенность атеросклероза практически не влияли и увеличение распространения его также выровнялось так и с 2016 года согласно клиническим рекомендациям стало возможно рассматривать наличие атеросклеротических бляшек в сонных артериях в качестве модификатора сердечно-сосудистого риска класс рекомендаций 2b уровень доказательности b и с 2019 года поменяли класс на 2a был повышен и уровень доказательности b и в этом году был опубликован систематический обзор с метаанализом 89 публикаций и общей выборкой более 22000 человек который показал умеренную корреляцию между атеросклерозом сонных и коронарных артерий так и в ходе анкетирования пациентов мы выяснили что в течение последних трех лет дуплексное исследование выполняло около одной пятой части и знали о наличии бляшки лишь каждый десятый по данным коллег опубликованным в кардиологическом журнале сокращенный протокол с оценкой степени с наличием бляшки ее процентом и изменением кровотока рекомендовано использовать в таком ракурсе и по рекомендации авторов рекомендуется регулярное проведение УЗИ как каротидного так и бедренного бассейна начинать как минимум 40 лет и проводить его регулярно мы видим следующее направление развития возможно использование искусственного интеллекта для с помощью методов машинного обучения обеспечивать дистанционный анализ полученных изображений с учетом того что качество уже современной аппаратуры это позволяет кроме того можно внедрять сокращенные протоколы на амбулаторный прием обучив при этом терапевтов и возможно передача изображений в единый центр с оценкой уже квалифицированных специалистов кроме того полученные архивы изображения можно будет использовать для обучения чтения УЗИ изображений вот завтра состоится европейская конференция ВОЗ по борьбе с неинфекционными заболеваниями с помощью цифровых решений коллегам предлагаю ознакомиться есть ссылка и будет трансляция дополнительная литература можно по QR-коду посмотреть спасибо за внимание уважаемые Екатерина Игоревна огромное спасибо за ваше выступление за ваш доклад очень необычные для нашей аудитории но надеюсь что будут вопросы и мы в конце сессии обсудим ваше также выступление спасибо огромное уважаемые коллеги мне очень приятно представить следующий доклад в помощь амбулаторному врачу ранее выявление нарушения дыхания обструктивного характера во время сна эта работа выполнена на кафедре политической терапии российского национального исследовательского медицинского университета нашим ассистентом Татьяна Николаевна Мироновой но к сожалению Татьяна Николаевна заболела она сейчас я знаю с нами но не может из-за отсутствия голоса выступить и я на правах научного руководителя Татьяны Николаевны позволю себе озвучить данный доклад уважаемые коллеги актуальность проблемы нарушения дыхания во сне обструктивного характера не вызывает абсолютно ни у кого сомнений поскольку это достаточно часто встречаемая патология в общей популяции до 15% случаев мужчины и женщины работоспособного возраста в 5-9% случаев причем с возрастом практически встречаемость у мужчин и женщин становится одинаковая ну и что еще очень важно что тяжелая степень обструктивного апноэ сна ассоциирована с высокой летальностью в результате инфаркта миокарда инсульта и конечно же связана также с развитием и не фатальных сердечно-сосудистых явлений что же происходит в организме почему возникает нарушение дыхания во сне когда человек засыпает то постепенно происходит расслабление мышц мягкого неба стенок глотки данные структуры начинают вибрировать когда проходит струя воздуха и создается звуковой феномен храпа углубление сна снижение мышечного тонуса приводит к полному спадению глотки развитию острого эпизода удушья дыхательные усилия сохраняются или усиливаются на развивающуюся гипоксимии в конце концов негативная информация от разных органов систем вызывает частичное пробуждение мозга так называемое микро пробуждение или микроактивацию мозг восстанавливает контроль над глоточной мускулатурой быстро открывает дыхательные пути человек схрапывает делает несколько глубоких вдохов и в организме восстанавливается нормальное содержание кислорода патогенез синдрома обструктивного апноэсна достаточно сложный в основе лежит и гипоксия и все это приводит к совокупности к дефрагментации сна повышению отрицательного внутригрудного давления и запускаются патологические процессы в организме формируется артериальная гипертензия вероятно развитие и жизни угрожающих нарушений ритма эпизоды приходящей миокарда головного мозга и конечно же метаболические расстройства согласно данным многих крупных международных исследований российских исследований синдром обструктивного апноэсна достаточно часто встречается при разных патологических состояниях и например у лиц с резистентной к лечению артериальной гипертонии встречается 83% случаев у лиц с ожирением в 77% случаев при хронической сердечной недостаточности также достаточно часто встречается данная патология и основные задачи врача особенно врача амбулаторного этапа врача первичного звенастрого хранения это конечно же своевременное выявление факторов риска любых заболеваний это диагностика лечения заболеваний на ранних этапах развития и профилактика жизни угрожающих явлений на сегодняшний день нет скрининга нарушения дыхания обструктивного характера во сне в рутинной амбулаторной практике здесь много причин почему это не происходит ну и в том числе это обусловлено нехваткой времени у терапевтов у врачей общей практики нередко это и недостаточная осведомленность врачей первичного звена о необходимости скрининга нарушения дыхания во сне их последствиях так и о методах скрининга и нередко происходит фокусирование внимания на обусловленных нарушениям дыхания последствиях такие как инсульт гипертоническая болезнь нарушение ритма сердца а не на общем состоянии здоровья пациента ну и в том числе также и недостаточная осведомленность самих пациентов о последствиях нарушения обструктивного характера дыхания во время сна в связи с этим целью данного исследования было изучение возможности применения мониторинговой компьютерной пульсоксиметрии в качестве скринингового метода выявления нарушения дыхания обструктивного характера во время сна у пациентов на амбулаторном этапе данное исследование состояло из четырех этапов на этапе скрининга оценивались жалобы анамнез клинические симптомы нарушения дыхания во сне и проводилось анкетирование при подозрении на наличие нарушения дыхания во сне и согласие пациента на дальнейшее исследование проводилось мониторинговая компьютерная пульсоксиметрия и выявлялось наличие выраженной ночной гипоксимии а именно более 15 эпизодов десатурации за час сна затем пациенты направлялись на данный вид исследования как бифункциональное мониторирование и в дальнейшем на финальном этапе данные полученные с помощью мониторинговой компьютерной пульсоксиметрии сопоставлялись с данными бифункционального мониторирования и при наличии синдрома обструктивного апно сна средней и тяжелой степени рекомендовалась СИПАП-терапия что было получено нами в результате проведенного исследования в исследование было включено 175 пациентов в возрасте 55 лет в основном это были женщины вот такая была выборка мониторинговая компьютерная пульсоксиметрия была проведена 98 пациентам средний возраст пациентов 53 года и по данным именно этого метода исследования нарушение дыхания во сне были выявлены у 72% пациентов а по данным модифицированного опросника страндлинга у 53% пациентов согласно мониторинговой компьютерной пульсоксиметрии менее 5 эпизодов десатурации выявлено у 29% пациентов от 5 до 15 у 29 от 16 до 30 у 30% и более 30 у 13 процентов амбулаторных пациентов пациенты с ночной гипоксимией по данным мониторинговой компьютерной пульсоксиметрии и пациенты без ночной гипоксимии были сопоставимы по данным диастолического артериального давления по наличию артериальной гипертензии и по наличию диабета избыточной массы тела но пациенты с ночной гипоксимией были старше по возрасту у них был более высокий уровень систолического артериального давления окружность талии окружность шеи на что также необходимо обращать внимание окружность бедер у них чаще была ишемическая болезнь сердца ожирение и дислипидемия что касается лабораторных показателей то также мы наблюдали статистически значимые отличия в этих двух группах пациентов как по клиническим параметрам так и по таким параметрам как холестерин мочевая кислота глюкоза энканцевой натриотический пептид циреактивный белок и гликированный гемоглобин сопоставив данные которые мы получили с помощью мониторинговой компьютерной пульсоксиметрии пациента с хронической гипоксимией и по данным опросников анкеты странлинга и шкалы Эпфорта видно что данные пациенты практически были сопоставимы между собой по основным показателям по частоте храпа по остановкам дыхания во сне но следует отметить что по шкале Эпфорта немного реже встречались такие изменения так же как и нарушения ночного сна и на основании полученных данных был разработан алгоритм скрининга нарушения дыхания во время сна на амбулаторном этапе который представлен на данном слайде он действительно выполним был опробирован на наших клинических базах и предложено что если существует подозрение на наличие синдрома обструктивного апноэ сна у пациента то необходимо провести анкетирование пациента на уровне поликлиники если имеются признаки синдрома обструктивного апноэ сна то необходимо конечно наблюдение пациента по основному заболеванию и на уровне центров здоровья можно провести такое пульсоксиметрическое скрининговое обследование ну и в дальнейшем если мы подозреваем наличие синдрома обструктивного апноэ сна это уже подтверждение диагноза на уровне специализированного учреждения или лаборатории сна для того чтобы провести кардиореспираторное мониторирование или полисомнографию и в дальнейшем постоянно наблюдать данного пациента ну вот портрет пациента с нарушением или с подозрением на нарушение дыхания обструктивного характера во время сна представлен на данном слайде я бы еще сюда добавила увеличение окружности шеи поскольку это тоже такой независимый маркер вероятного невероятной остановки дыхания во время сна и безусловно комплекс мер по изменению образа жизни пациентов очень важен мы должны всячески информировать наших пациентов о необходимости здорового образа жизни о необходимости отказа от курения если пациент курит это здоровое питание это здоровый вес и безусловно регулярные профилактические медицинские осмотры большое спасибо уважаемые коллеги и позвольте представить следующего докладчика Аиду Ильгизовну Тарзиманову доктора медицинских наук профессора кафедра факультетской терапии номер 2 1-го медицинского института имени Сеченова пожалуйста уважаемая Аида Ильгизовна так у нас уважаемые коллеги я сейчас уточню уважаемые коллеги у нас небольшая перестановка поскольку такие есть обстоятельства поэтому я хочу пригласить выступить со следующим докладом ассистента кафедры поликлинической терапии нашего университета аспиранта Виктора Ивановича Лунева с докладом терапевтические аспекты оценки прогнозирования течения так Аида Ильгизовна вы все-таки смогли да сейчас к нам да 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 ну если вы уже объявили конечно давайте я следующий доклад делаю нет давайте Аида Ильгизовна я вас тоже уже объявила спасибо да очень приятно вас представить вас представила пожалуйста будем с удовольствием слушать ваше выступление большое спасибо глубоко уважаемые коллеги ну конечно наша жизнь очень сильно изменилась за последние полтора года и связано это безусловно с тем что мы живем в эпоху пандемии пандемии коронавирусной инфекции которая появилась еще в нашей стране в марте 2020 года и на сегодняшний день к сожалению продолжает и продолжает в общем-то не отступать как же вообще поменялось медицинское сообщество и его отношение к коронавирусной инфекции ну во-первых еженедельно мы с вами можем увидеть обзоры Всемирной организации здравоохранения по ситуации в мире это конечно обновляющиеся рекомендации по лечению и диагностике во всех странах и вот в России в нашей стране уже фактически мы скоро будем встречать 13 версию российских рекомендаций по лечению пациентов с новой коронавирусной инфекцией конечно я думаю что количество их только будет прибавляться мы все с вами знаем за полтора года мы накопили достаточно большой опыт о том что коронавирус первоначально повреждает конечно органы дыхания легкие и прежде всего конечно мы с вами всегда устанавливаем или отрицаем диагноз именно вирусной пневмонии но осложнения которые мы видим при коронавирусной инфекции могут быть в сердечно-сосудистой системе в мозге головном в кишечнике печени почках то есть фактически повсеместно во всех системах во всех органах потому что конечно очень выраженные воспалительные реакции наличие тромботических осложнений и в общем-то делают возможным и появление вот этих внелегочных осложнений при этом тяжелом заболевании и в течение последнего года появился новый термин в медицинском сообществе который называется пациенты с постковидным синдромом и на сегодняшний день достаточно много проводится семинаров дискуссий о том насколько продолжителен может быть вот этот постковидный синдром и даже есть новые рекомендации по реабилитации пациентов после коронавирусной инфекции вот посмотрите за полтора лет как много в медицинском сообществе поменялось и насколько изменился взгляд вообще да на лечение многих заболеваний ну и конечно на выбор лекарственных препаратов поведения наших пациентов известно что частным проявлением коронавирусной инфекции конечно является повреждение органов дыхания но тромботические осложнения прежде всего приводят к полиорганным осложнениям и вот очень важная роль в развитии этих тяжелых осложнений и в ухудшении прогноза наших пациентов играет именно коморбидная патология наличие у пациента артериальной гипертензии ишемической болезни сердца инфаркта миокарда в анамнезе к сожалению очень негативно влияет на развитие коронавирусной инфекции значительно увеличивает риск тромботических осложнений конечно сопровождается более высоким риском развития детального исхода наших пациентов и вот одним из наиболее серьезных последствий коронавирусной инфекции на сегодняшний день конечно является последствия которые мы видим как врачи-кардиологи на сердечно-сосудистую систему какие изменения сердечно-сосудистой системы характерны вообще для острого течения коронавирусной инфекции и в длительном постковидном синдроме ну во-первых это возникновение новых сердечно-сосудистых заболеваний которых до этого у нашего пациента не было впервые выявлены артериальная гипертензия дебют впервые хронической сердечной недостаточности или дебют например сахарного диабета того чего у нашего пациента до того как он был госпитализирован с коронавирусной инфекцией в общем-то мы и не видели в анамнезе у него не было этих заболеваний это усугубление имевшегося до инфекции коронавирусной инфекции сердечно-сосудистого риска всегда конечно появление тяжелых форм коронавирусной инфекции сопровождается значительным ухудшением этого риска вплоть до самого выраженного экстремального это усугубление сердечно-сосудистых заболеваний ну прежде всего это конечно связано с тромботическими осложнениями например развитие острого коронарного синдрома у пациентов с хроническим течением ишемической болезни сердца И это компенсация хронической сердечной недостаточности у пациентов, например, которые длительное время имеют уже в анамнезе постинфарктный кардиосклероз и, в общем-то, не имели тяжелых признаков сердечной недостаточности. Ну и очень важным повреждающим фактором на сердечно-сосудистую систему является тяжелый цитокиновый шторм у наших пациентов. Наша больница, к сожалению, в которой я работаю, уже более полтора года оказывает помощь пациентам с коронавирусной инфекцией. Мы до сегодняшнего дня фактически являемся красной зоной нашей отделения терапии, нашей отделения кардиологии. И поэтому мы видим, насколько часто у пациентов, у которых возникает очень тяжелый воспалительный синдром с выраженным цитокиновым штормом, с высокими цифрами температуры, имеют часто развитие тяжелых сердечно-сосудистых осложнений и тромботических осложнений. И вот одним из таких осложнений с точки зрения врача-кардиолога является нарушение сердечного ритма, которых у пациентов с коронавирусной инфекцией может быть очень большой процент. Распространенность различных нарушений сердечного ритма при коронавирусной инфекции варьирует фактически от 7% до 44% и напрямую коррелирует с тяжестью коронавирусной пневмонии. Поэтому у наших пациентов, которые находятся в отделении реанимации интенсивной терапии, у пациентов, которые находятся на аппарате искусственной вентиляции легких, конечно, количество тяжелых нарушений сердечного ритма, которые мы диагностируем, оно чрезвычайно великое. Практически 40% таких действительно истинно тяжелых пациентов страдает самыми разнообразными нарушениями сердечного ритма. Ну, какие наиболее распространены? Безусловно, практически у всех пациентов мы наблюдаем синусовитых кардии. И вот что хотелось бы отметить, что в течение уже 6 месяцев за многими пациентами мы продолжаем наблюдать, обзваниваем их, они приходят в зеленую зону нашей клиники в последующем для обследования. И надо сказать, что синусовитых кардия может достаточно длительный период продолжаться. До 12 недель синусовитых кардия может у этого пациента, в общем-то, персистировать. Достаточно частой аритмией вот именно в постковидном синдроме является постуральная ортостатическая тихикардия. Вообще это нарушение ритма было описано фактически у пациентов, астонизированных, ослабленных, как одно из нарушений ритма в состоянии постгриппозном, но вот тем не менее, как показывает на сегодняшний день количество этих пациентов с коронавирусной инфекцией, постуральная ортостатическая тихикардия часто встречается и в рамках постковидного синдрома. Это большой процент наших пациентов, у которых впервые возник пароксизм фибрилляции предсердия, когда они были госпитализированы в наш стационар, в красную зону. Или же появление приступов фибрилляции предсердия у тех пациентов, у которых она была когда-то в анамнезе, пароксизмальная форма фибрилляции предсердия. Появление желудочковой экстрасистолии, ну и, конечно, у пациентов с очень тяжелой дыхательной недостаточностью, даже желудочковой тихикардии. Каковы основные механизмы развития аритмии при коронавирусной инфекции? Ну, ведущим механизмом является, конечно, тяжелая гипоксия. И это очень важный фактор, который носит существенный вклад в развитие тяжелых, жизнеопасных нарушений сердечного ритма, желудочковых аритмий и фибрилляции предсердия. У ряда пациентов мы выявляем гипокалиемию, генез которой потенциально связан с воздействием непосредственного самого коронавируса на ренино-гидезинодестероновую систему. Развитие этой гипокалиемии является, конечно, одной из возможных причин появления наджелудочковых тахиаритмий. Примерно у 10% пациентов мы видим развитие вирусного миокардита. И даже незначительное повышение креатинфосфокиназа у них наблюдается. И появляются достаточно выраженные изменения диастолической дисфункции миокарда. Вот таких больных немного, но, к сожалению, достаточно часто это пациенты среднего возраста. И, конечно, на раннем стадии лечения коронавирусной инфекции. Это та кардиотоксичность противовирусной терапии, которая проводилась, ну, фактически в первую волну, когда широко применялась комбинация гидрофсихлорахина с азитромицином. И вот на фоне появления, назначения этой комбинации мы видели удлинение интервала куты. И также достаточно высокий риск развития жизнеугрожающей желудочковых аритмий. Ну, на сегодняшний день вот четвертый механизм, связанный с кардиотоксичностью непосредственно противовирусной терапии, фактически достаточно редко встречается, потому что на сегодняшний день мы уже не используем в лечении, конечно, эти лекарственные препараты. А вот нарушение метаболизма, гипоксия, гипокалиемия и, конечно, вирусный миокардит является основными тремя ведущими механизмами в развитии аритмии. Как же лечить нам пациентов, у которых возник пароксизм фибрилляции предсердений, желудочковое нарушение ритма и у них диагностированы тяжелые вирусные пневмонии. Ну, специальных рекомендаций, где бы мы выделяли какие-то конкретные антиаритмические препараты нет. И лечение этих аритмий проводится, как обычно, в общетерапевтическом стационаре. Конечно, имеются некоторые ограничения, связанные с назначением противовирусной терапии. Ну, и я постараюсь на эти ограничения, эти моменты в своем выступлении отметить. Ну, самые частые аритмии, которые мы видим на сегодняшний день у госпитализированных пациентов в нашем стационаре, это часто достаточно пароксизм и фибрилляция предсердий. И мы провели вот уже статистику количества приступов фибрилляции предсердий, которые появились в момент госпитализации пациента за 2020 год, когда мы полностью перешли работать с фактически на красную зону. С 2019 годом оказалось, что в 2,5 раза чаще у нас возникает пароксизм фибрилляции предсердий. Вообще, вот повсеместно, по всем отделениям нашей клиники. Ну, фибрилляция предсердий, в принципе, конечно, самое распространенное нарушение сердечного ритма. И, согласно последним европейским рекомендациям, каждый третий пациент старше 55 лет имеет ту или иную форму фибрилляции предсердий. Фибрилляция предсердий всегда сочетается, конечно, с повышенным риском развития тромбоэмболических осложнений, поэтому обязательным назначением при такой ситуации, если она была в анамнезе или случилась у нашего пациента в период пребывания социально, это назначение антикоагулянтной терапии. Ну, абсолютно все пациенты, конечно, получают антикоагулянтную терапию и должны получать ее достаточно длительное время, если у них действительно была диагностирована вирусная пневмония. И об этом сейчас, в общем-то, в последних рекомендациях и в последних руководствах, и наших, и европейских, абсолютно четко прописано. И тем не менее антикоагулянтная терапия должна, если такая ситуация есть, пациент с коронавирусной инфекцией, неважно, какая степень тяжести этой коронавирусной инфекции, и возник пароксиновой фибрилляции предсердий, антикоагулянтную терапию мы обязательно будем ему проводить. Если у него тяжелая форма коронавирусной инфекции, то желательно мы обычно переводим с оральных антикоагулянтов на гепариноподобные препараты или низкоммуникулярный, конечно, гепарин. Поэтому проведение и продолжительность назначения, ну, фактически она не имеет окончания, потому что если у пациента есть факторы риска, если есть фибрилляция предсердия, то антикоагулянтная терапия показана ему постоянно, даже после выписки из стационара. Какие антиаритмические препараты мы можем использовать для оккупирования пароксизма фибрилляции предсердия? Ну, уважаемые коллеги, я уверена, что вы прекрасно знаете этот слайд, алгоритм оккупирования фибрилляции предсердия по последним рекомендациям Европейского общества кардиологов и нашего российского. Наиболее, конечно, широко распространенный препарат, который мы часто используем в наших стационарах и в отделении реанимации, это внутривенное введение амидарона. Но именно вот в этой ситуации, которая связана с коронавирусной инфекцией, хочу отметить, что зачастую появление пароксизма фибрилляции предсердия бывает у тех пациентов, у которых нет тяжелой органической патологии сердца. Это больные, у которых есть совершенно нормальные объемы левого и правого предсердия. Это пациенты, у которых совершенно сохраненная фракция выброса левого желудчика. Нет тяжелой гипертрофии миокарда левого желудчика, но вот, вероятно, вследствие достаточно выраженного воспалительного процесса у них возникает вот такой приступ фибрилляции предсердия. Вот для этих пациентов достаточно хорошим и очень эффективным препаратом являются антиаритмические препараты первого С-класса. И в нашей стране, конечно, препаратом выбора будет являться препарат пропофенон. Он может использоваться внутривенно, и мы его используем для оккупирования аритмии именно для внутривенного введения вот в условиях стационара. Назначение. Ну, если назначение амидарона рассчитывается из единицы массы тела, то же самое мы сделаем и при назначении пропофенона, да, амидарон из расчета 5 мг на килограмм веса нашего пациента, пропофенон из расчета 2 мг на килограмм веса. Вводится пропофенон в течение 10 минут, то есть это болюсное введение. И вы знаете, уважаемые коллеги, вот достаточно быстрое время восстановления синусоворитма. Если мы будем сравнивать эти два назначения для оккупирующей именно терапии антиаритмической, то окажется, что у пропофенона среднее время восстановления синусоворитма составляет до 2 часов. Поэтому действительно это быстрый и эффективный лекарственный препарат для оккупирования фибрилляции предсердия у пациентов, у которых нет тяжелой органической патологии сердца. Ну, вот я уже говорила, что время восстановления синусоворитма составляет в среднем 90-120 минут. Примерно более 80% пациентов действительно восстанавливают синусоворитм в короткие сроки. И вторая форма назначения именно нагрузочной дозы этого лекарственного препарата – это таблетированная форма. И в рекомендациях у нас с вами есть целый раздел «Стратегия таблетка в кармане», когда у пациента, у которого уже был положительный опыт восстановления синусоворитма с помощью пропофенона, можно рекомендовать принимать самостоятельно ему нагрузочную дозу таблетированных препаратов, если он почувствовал пароксизм фибрилляции предсердия в амбулаторных условиях или даже дома. И вот такая стратегия тоже в рамках нынешней пандемии коронавирусной инфекции позволяет нашим пациентам самостоятельно купировать фибрилляцию предсердия, если эти пациенты действительно уже имели первый опыт приема пропонорма под наблюдением доктора. И стратегия таблетка в кармане является эффективным и безопасным методом восстановления синусоворитма у пациентов, в том числе с коронавирусной инфекцией. Нагрузочная доза, таблетированная доза приема лекарственного препарата составляет 450-600 мг. У пациентов достаточно большого веса с гиберстеническим типом сложения, в основном, конечно, нагрузочная доза должна составлять 600 мг. Что мы можем рекомендовать нашему пациенту, когда мы купировали пароксизм фибрилляции предсердия? Какие антиаритмические препараты мы можем рекомендовать ему на более продолжительный срок приема? Ну, уважаемые коллеги, это, конечно, может быть и амиодорон, антиаритмический препарат третьего класса, это может быть и пропофенон, и третий лекарственный антиаритмический препарат – это саталол. Но на сегодняшний день вот его позиции несколько перешли на второй план, потому что класс рекомендаций этого антиаритмического препарата стал второй класс рекомендаций. Если у нашего пациента нет тяжелой хронической сердечной недостаточности, если у нашего пациента нет низкой фракции выброса левого желудочка, то, конечно, препаратом выбора все-таки пусть является антиаритмический препарат первого цикласса – пропофенон. Почему? Потому что, к сожалению, при длительном приеме и достаточно продолжительном приеме амиодорона мы видим достаточно высокий процент экстракардиальных побочных эффектов. Это, конечно, влияние на функцию щитовидной железы у наших пациентов. Это изменение со стороны функции печени. Это изменение и со стороны, в общем-то, легочной паранхемы и известное появление легочного фиброза при длительном приеме амиодорона, что, в общем-то, в нашей ситуации для лечения пациента с коронавирусной инфекцией не является очень таким благоприятным фактором. Вот поэтому, если мы с вами назначили этому пациенту с фибрилляцией предсердия пропофенон, но он оказался неэффективен, в этой ситуации, конечно, мы с вами будем переводить его на антиархимический препарат третьего класса. Но начинать лечение нашего пациента с амиодорона, это, в общем-то, неправильно. Если нет особых показаний, то, конечно, препаратом выбора должны являться антиархимический препарат первого С-класса. Что можно назначить и что мы должны назначать, если у больного с тяжелой коронавирусной инфекцией, с вирусной пневмонией возникает желудочковая экстрасисталия, вообще какие-то желудочковые нарушения сердечного ритма. Но препаратами выбора на сегодняшний день остаются и, наверное, будут в ближайшее время, конечно, высоко селективные бета-адреноблокаторы. Назначаем хорошие дозы, вот, внимательно очень следим за изменениями на ЭКГ, я имею в виду в плане увеличения просто количества этих желудочковых экстрасисталов. В ряде случаев возможно, конечно, даже совместное назначение бета-адреноблокаторов и антиархимического препарата третьего С-класса, да. К сожалению, всегда в развитии впервые желудочковой экстрасисталии для вот этих пациентов является определенным, сопровождается высоким риском развития сердечно-сосудистых осложнений, прежде всего тяжелых фатальных аритмий, поэтому доза бета-адреноблокаторов должна быть действительно высокая, хорошая, плюс урежающий эффект, он должен однозначно проявляться на пони вот этой дозы. Ну, уважаемые коллеги, в заключении я хотела бы буквально несколько слов сказать о нашем собственном исследовании, которое мы в течение этих полутора лет проводим. Это исследование, которое посвящено выявлению независимых предикторов нарушения сердечного ритма у пациентов с тяжелым течением коронавирусной инфекции. Наша клиника, в которой мы это исследование проводим. На сегодняшний день в рамках только вот наших двух отделений мы уже включили 1250 пациентов с тяжелым именно течением коронавирусной инфекции, у которых по данным компьютерной томографии органов грудной клетки была выявлена вирусная пневмония КТ-3, КТ-4, то есть это поражение легочной паранхимы более 50%. Посмотрите, уважаемые коллеги, более 60% пациентов из тех, которые были госпитализированы к нам, в основном госпитализация идет, конечно, по скорой помощи, это пациенты с заболеваниями сердечно-сосудистой системы. То есть большая доля наших пациентов, которая все-таки нуждается в госпитализации, это пациенты коморбидные. И большая часть из них – это больные, действительно, тяжелые, с заболеваниями сердечно-сосудистой системы. 20 пациентов, практически 20 пациентов, 19 – это пациенты, у которых в анамнезе были верифицированы онкологические заболевания. И также они нуждались, в общем-то, действительно, в таком активном стационарном лечении. И только 20% пациентов без сочетанной патологии, у которых была верифицирована тяжелая форма коронавирусной пневмонии. Вот из этих 1250 пациентов фактически нарушение сердечного ритма было выявлено практически у 23% больных. То есть каждый четвертый пациент имел то или иное нарушение сердечного ритма. Чаще встречались пароксизмы фибрилляции предсердия. Это либо впервые выявлено фибрилляция предсердия, это часто было, либо у пациента, у которых был в анамнезе когда-то пароксизм фибрилляции предсердия, то есть была пароксизмальная форма этой аритмии, и новый пароксизм случился непосредственно в нашем стационаре. Ну и чуть больше 5% пациентов у них были выявлены желудочковые нарушения ритма. В основном, конечно, это появление у них желудочковой этой ихкардии. Мы проанализировали большинство значимых маркеров, которые на наш взгляд могли бы способствовать увеличению риска развития аритмии. И действительно оказалось, что низкие значения сатурации это очень важный фактор, который мы наблюдали при госпитализации, то есть наиболее тяжелое течение наших пациентов, когда они госпитализировались в наш стационар, было гораздо ниже у тех больных, у которых случились эти аритмии в последующем. И посмотрите, уровень цирреактивного белка, ну фактически в 2,5 раза тоже превышал в группе пациентов, у которых развились различные нарушения сердечного ритма. Поэтому основным выводом нашего исследования фактически было заключение о том, что большая часть, 61% госпитализированных пациентов с новой коронавирусной инфекцией имеют сочетанную сердечно-сосудистую патологию. У пациентов с тяжелым течением коронавирусной инфекции независимыми предикторами развития фибрилляции предсердий были снижение сатурации кислорода на воздухе менее 90% и значительное увеличение плазмной концентрации реактивного белка. Ну и, конечно, значительное поражение легочной паранхимы, это КТ-3, КТ-4, те пациенты, которые имели поражение легочной паранхимы более 50%. И в заключение, уважаемые коллеги, я хотела бы еще раз напомнить вам о замечательном документе, который есть на сайте Московского городского научного общества терапевтов. Это рекомендации по введению пациентов с коронавирусной инфекцией в амбулаторных условиях, коронавирусной инфекцией в острой фазе и при постковидном синдроме. Благодарю за внимание. Спасибо. Уважаемая Аида Ильгезовна, огромное вам спасибо за такой насыщенный, очень нужной информацией доклад. Много интересного, очень много нового. Поэтому спасибо еще раз вам огромное. Спасибо большое. И, уважаемые коллеги, я приглашаю Лунева Виктора Ивановича завершить нашу сессию «Терапевтические аспекты оценки прогнозирования течения сердечной недостаточности на амбулаторном этапе». Пожалуйста. Добрый вечер, уважаемые коллеги. Хроническая сердечная недостаточность сохраненной фракции выброса является клиническим синдромом, сопровождаемым наличием типичных симптомов и признаков, обусловленных наличием структурной либо функциональной аномалии сердца, что приводит к снижению сердечного выброса, повышению давления наполнения сердца в покое при нагрузке, объективным признаком застоя, а также повышению уровня натрий-уретических пептидов. Распространенность фенотипа сердечной недостаточности сохраненной фракции выброса в мировой популяции находится в пределах от 1 до 5,5%, составляет около 50% среди всех случаев хронической сердечной недостаточности в мире. В Российской Федерации количество данных пациентов находится в пределах от 3,5% до 5,5%. Ежегодная заболеваемость хронической сердечной недостаточности в сохраненной фракции выброса находится в пределах от 1 до примерно 7 случаев на 1000 человек. Кроме того, данный фенотип является ведущей причиной повторных госпитализаций. Так, в течение 30 дней с момента выписки госпитализируется повторно около четверти пациентов, в течение среднего периода наблюдения около 5 лет до 3 пациентов. Постановка данного диагноза на амбулаторном этапе сопряжена рядом трудностей. К ним относится мультиморбидный фон пациентов, низкая специфичность симптомов, так как они могут наблюдаться при ряде иных патологий. Кроме того, это низкая доступность, особенно в условиях амбулаторного звена, рекомендованных методов исследования, таких как доплер-эхокардиография, стресс-эхокардиография, а также определение уровня натриуретических пептидов. Кроме того, результаты данного клиникоинструментального обследования могут быть нормальными, в том числе и уровни натриуретических пептидов, особенно у пациентов с ожирением. Данные трудности обусловили необходимость разработки новых шкал и алгоритмов для диагностики данного фенотипа сердечной недостаточности. В частности, в 2018 году была предложена шкала H2-FPEF, которая оценивала в баллах наличие индекса массы тела более 30 кг на метр в кубе, приема антигипертензивных препаратов, наличие фибрилляции и предсердий, повышенного давления в легочной артерии, старший возраст, а также давление наполнения левого желудочка. Соответственно, наличие данных пациентов от 6 и более баллов говорило в пользу наличия фенотипа сохраненной фракции выбраться более чем в 90%. Критерием исключения являлись баллы, равные 0 и 1, и, соответственно, результаты от 2 до 5 баллов требовали дальнейшего обследования. Далее, ассоциации по сердечной недостаточности в 2019 году был предложен новый алгоритм, состоящий из 4 этапов. На первом этапе проводилась оценка симптомов и признаков, проводилось стандартное электрокардиографическое обследование, эхокардиографическое исследование, а также определение уровня натриуретических пептидов. На втором этапе проводилось расширенное исследование эхокардиографических параметров, а также определение уровня натриуретических пептидов, если оно не проводилось на первом этапе. По результатам двух этапов выводилась бальная оценка, где также критерием исключения служил 1 балл и меньше, 5 баллов и больше подтверждали диагноз сердечной недостаточности с сохраненной фракцией выброса левого желудочка. И промежуточные результаты от 2 до 4 баллов требовали проведения третьего этапа, где уже проводилась стресс-эхокардиография, а также инвазивная оценка гемодинамики. Четвертый этап данного алгоритма посвящен определению и теологии, исключая в себя генетические анализы, а также анализ биомаркеров. Касаемо биомаркеров, на текущий момент золотым стандартом биомаркеров при сердечной недостаточности являются натриуретические пептиды, одобренные всеми сообществами по сердечной недостаточности. На текущий момент они обладают самым высоким классом рекомендаций и уровнем доказательности. Натриуретические пептиды используются для диагностики сердечной недостаточности, определения ее фенотипов, подтверждения диагноза при одышке, а также являются критериями исключения. На данном слайде представлены отрезные значения уровня мозгового натриуретического пептида и его N-концилового фрагмента для исключения диагноза хронической сердечной недостаточности. Их критерии в качестве большого и малого критериев при оценке согласно алгоритму ассоциации по сердечной недостаточности, а также оценка риска сердечно-сосудистых событий у пациентов с хронической сердечной недостаточностью. Кроме натриуретических пептидов используется и ряд иных биомаркеров. В целом все биомаркеры, которые используются в диагностике сердечной недостаточности, можно классифицировать в зависимости от цели и их области применения. В частности, диагностические служат для выявления заболевания, определения фенотипа, подтверждения и исключения диагноза. Биомаркеры мониторинга можно типировать в качестве биомаркеров эффекта терапии, биомаркеров качества ответа на терапию и биомаркеров прогнозирования, которые позволяют предсказать развитие клинических событий, рецидива или прогрессирование заболеваний. Натриуретические пептиды являются биомаркерами гемодинамического стресса. Кроме них, растворимый рецептор тумурогенности второго типа, или СТ2-рецептор, является биомаркером механического миокардиального стресса. На данный момент он рекомендован только Американской ассоциацией сердца. Он служит для предсказания неблагоприятного прогноза у пациентов с сердечной недостаточностью с сохраненной фракцией левого желудочка. Его использование предполагает оценку риска развития тяжелых сердечно-сосудистых событий, а также предиктивная ценность в отношении риска смерти от всех причин, а также сердечно-сосудистой летальности. К сожалению, данный маркер не может прогнозировать развитие сердечной недостаточности у лиц, в данный момент не имеющих данной патологии. Другим маркером миокардиального стресса является галектин, являющийся биомаркером фиброза и ремоделирования миокарда. В настоящий момент он также одобрен только Американской ассоциацией сердца. Он отвечает за процессы роста, пролиферации, дифференцировки клеток, а также участвует в процессах воспаления. Данные отрезные значения, указыванные на слайде, показывают, что у пациентов имеется высокий риск смерти как от всех причин, так и от сердечно-сосудистой летальности. Кроме того, данные пациенты госпитализируются гораздо чаще, чем пациенты с значениями меньше 13,4 мг на мл. К сожалению, прогностическая ценность данного маркера гораздо ниже по сравнению с мозговым атриуретическим пептидом, его энтерминальным фрагментом, а также с растворимым рецептором тумурогенности второго типа. Кроме того, концентрация галектина сильно зависит от функции почек, в то время как предыдущий биомаркер ССС-2 является независимым ни от функции почек, ни от сопутствующей патологии. Еще одним важным аспектом в патогенезе хронической сердечной недостаточности сохраненной фракции выброса является повышенная активация симпатической нервной системы, сопровождаемая высвобождением адренергических нейротрансмиттеров, таких как норадреналин, нейропептид, Y и галанин. К сожалению, данных исследований, позволяющих объективно оценить роль нейропептида и галанина, в настоящий момент нет, поэтому их роль в данный момент остается неизвестной. Тем не менее, повышенные уровни норадреналина напрямую связаны с тяжестью заболевания, с значительным увеличением смертности, а также с высокой заболеваемостью хронической сердечной недостаточностью с сохраненной фракцией выброса. Еще одним интересным нейромаркером является катестатин. Это нейропептид, который синтезируется совместно с катехоламинами из предшественника хромогранина А. Обладает выраженным вазодилактирующим эффектом, что приводит к выраженному снижению артериального давления. Основной его эффект – это угнетение секреции катехоламинов, в связи с чем он является хорошим маркером для оценки активности симпатической нервной системы, так как чем выше ее активность, тем выше уровень данного маркера. Кроме того, в настоящее время рассматриваются микро-РНК, малоновый плазменный диальдегид. К сожалению, данных о прогностической роли в текущий момент данных биомаркеров мало, в частности, тот же плазменный малоновый диальдегид. В настоящее время исследуются на животных моделях для исследования путей патогенеза сердечной недостаточности сохраненной фракции выброса. Наибольший подход исследователей уделяет в настоящее время стратификации риска с использованием нескольких диамаркеров. Был проведен ряд исследований, в которых комбинации таких маркеров, как растворимый С2-ресептор, галектин-3, а также интерминальный фрагмент мозгового натриуретического пептида обладали более высокой прогностической ценностью в отношении как комбинированных конечных точек, так и развития сердечной недостаточности у здоровых лиц. Интересной перспективой является объединение не только циркулирующих биомаркеров единой модели, но также добавление к ним визуализирующих, в частности, эхокардиографических параметров, что, в свою очередь, опять же, позволяет улучшить прогностическую ценность и улучшить диагностику данного фенотипа сердечной недостаточности. В заключении хочется расставить некоторые акценты. В настоящее время одобренными в клинической практике, имеющими наибольшую доказательную базу, являются натриуретические пептиды. В текущий момент они входят в стандарты, в рекомендации и обязательны для диагностики фенотипа хронической сердечной недостаточности с сохраненной фракцией выброса. Другие биомаркеры, к сожалению, большей частью еще далеки от внедрения в клиническую практику. Но, тем не менее, такие маркеры, как галектин-3 и растворимый рецептор тумурогенности второго типа входят в рекомендации врачебных сообществ. Наиболее интересным представляется сочетанный мультимаркерный подход, в частности, сочетание визуализирующих методов и оценка циркулирующих биомаркеров. В данном случае, что особенно актуально в условиях амбулаторного звена, данную роль могут выполнять натриуретические пептиды в качестве циркулирующих биомаркеров и эхокардиографическое исследование в качестве визуализирующих маркеров. Спасибо за внимание. Уважаемый Виктор Иванович, огромное спасибо за такие новости, которые, безусловно, необходимы. И надеемся, что в перспективе все-таки все большее количество биомаркеров будут доступны в работе врачей, в том числе и первичного звена. Уважаемые коллеги, к сожалению, закончилась наша сессия. Я очень активно наблюдала за нашим чатом, не вижу вопросы, поэтому позвольте мне... Так, да, есть вопрос о Идельгазовне. Да, вот вопрос заключается, есть ли у мультиморбидного пожилого пациента со стабильной гемодинамикой в сочетании с ХБП-Ц4 на фоне средне-тяжелого течения коронавирусной пневмонии КТ-3 при госпитализации впервые пароксизм неизвестной давности, тахиформа, проводить ли обязательно попытки восстановления синусового ритма сразу же или ограничиться ЭКГ в динамике в сочетании с метапрололом? Спасибо. Спасибо большое за вопрос. Уважаемые коллеги, я думаю, что здесь, конечно, вы абсолютно правы, что можно ограничиться просто значением метапролола, потому что если давность пароксизма неизвестна, то в такой ситуации нам надо сначала провести через пищеводную эхокардиографию и только убедившись, что в ушке левого претердия нет тромбов, тогда мы можем с вами говорить о восстановлении синусового ритма. В иной ситуации, вот я думаю, что у вас именно такая, вот, конечно, мы просто назначаем пульс урежающей терапии и даже не стремимся восстановить у него синусовый ритм. Спасибо. Спасибо огромное. Спасибо. Уважаемые коллеги, очень приятно видеть неослабевающий интерес к проблеме внутренних болезней как со стороны опытных докторов, ученых, так и молодых коллег. Представленные на секции доклады затронули действительно многие аспекты, которые необходимы в работе врача-терапевта, врача общей практики, врача-кардиолога. И, безусловно, все эти аспекты будут надежными помощниками в нашей повседневной деятельности. Позвольте, пожалуйста, выразить слова благодарности организаторам, абсолютно всем участникам конференции за безупречную работу и поблагодарить всех тех, кто не остался равнодушным к этому событию и присоединились к нам. Спасибо огромное всем. Всего доброго, уважаемые коллеги. До свидания. Спасибо. Спасибо.